Здравствуйте, уважаемые зрители и преданные подписчики, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Это канал Fragrance Mania, канал о парфюмерии и парфюмерном этикете. Согласно статистике, 70% зрителей смотрит мой канал без подписки, поэтому если вы еще до сих пор не подписаны, то рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые видео. Сегодняшнее видео это обзор парфюма арабского бренда Maison Alhambra, который называется La Voix. Я надеюсь, что я правильно произнес, потому что несколько подписчиков мне под видео писали, что у меня неправильное произношение. Maison означает на французском дом и именно так надо произносить. Поэтому если я опять произнес неправильно, то поправьте меня в комментариях. Парфюм La Voix считается аналогом Emphorio Armani My Way. Это женский парфюм и переводится как Мой Путь. Все, что я буду сегодня рассказывать, это будет сугубо на моих ощущениях, так ведь я ощущаю этот парфюм с дочки и жены. Из-за того, что это женский парфюм, я его не разнашивал. Начну свой обзор с упаковки и флакона. Вот так вот выглядит упаковка этого парфюма. Здесь написано La Voix, концентрация Eau de Parfum, Maison Alhambra, емкость 100 миллилитров. Сверху здесь мы видим логотип дома. Здесь 3D голограмма, которая говорит, что парфюм оригинальный. Здесь есть ингредиенты и снизу мы здесь видим срок годности. Теперь давайте я покажу, как выглядит флакон. Вот так вот выглядит флакон этого парфюма. Все сделано качественно и презентабельно. И крышка, в принципе, такого же цвета, как на My Way. Она тоже сделана в виде какого-то камня. Здесь нанесена надпись. Снизу мы здесь видим наклейку фирменную. И теперь давайте я нанесу этот парфюм на себя, несмотря на то, что он женский. И расскажу вам о своих ощущениях. Итак, старт у аромата довольно громкий и хорошо заметный. И если дать оценку интенсивности старта, то я бы сказал, что это где-то 6,5-7. То есть он довольно хорошо ощущается, но он не кричащий. Первое, что я чувствую в старте этого парфюма, это ноты цитрусов, это ноты какого-то цветка. Скорее всего, это цветок тубероза, который заявлен здесь в пирамиде. Я на самом деле не очень сильно знаю, как звучит тубероза, но я могу догадываться. И вот, в принципе, если говорить про сладость в старте, то я бы сказал, что это где-то 7-7,5. То есть он немного сладковатый, но он не приторный. После того, как аромат устаивается немного на коже, я начинаю ощущать, что выходит чуть-чуть нота жасмина. Я с нотой жасмина очень хорошо знаком. Я ее люблю в парфюмерии, особенно в женской. И тут ее нельзя спутать ни с чем. И вот эта вот нота жасмина начинает здесь немного доминировать. И вместе с этим появляется обравление какой-то сладости. Скорее всего, это ваниль выходит на передний план и появляются нотки, я бы сказал, каких-то ягод. Возможно, это то ли земляника, то ли малина, что-то вот такое вот ягодное. Итак, сладковато-ягодно этот парфюм звучит уже до самого конца. Если говорить в общем про парфюм, то собран он очень хорошо. У него нету каких-то выпирающих нот, у него нету каких-то провалов звучания. То есть, он звучит очень дорого и классно. Этот парфюм, на мой взгляд, очень женственный, он очень изящный и очень классно звучит. Те женщины, которые любят цветочно-ягодные ароматы, я думаю, что этот парфюм им понравится. Если говорить на какое время года подойдет этот парфюм, то я бы сказал, что он универсальный. Он одинаково хорошо подойдет как на холод, так и на жару. Если говорить на какое время суток подойдет этот парфюм, то я тоже вижу его универсальным. Этот парфюм одинаково хорошо подойдет днем куда-нибудь в офис и также вечером он хорошо подойдет на выход, либо на культурную программу. Если говорить про стойкость и шлейф этого парфюма, то они у него средние. На коже своей жены я ощущаю этот парфюм где-то 4 часа, может быть 4,5 часа отчетливо и потом он начинает улетучиваться. Если говорить про его шлейф, то я ощущаю отчетливо шлейф где-то в часа полтора и потом он начинает звучать близко к коже. И если подвести итог и дать оценку этому парфюму по пунктам 10-бальной шкалы, то по упаковке и флакону он получает у меня десятку, так как и флакон и упаковка сделаны качественно и презентабельно. Если говорить про оригинальность аромата, то я тоже поставлю ему десятку, несмотря на то, что он считается аналогом My Way, он звучит очень классно, очень женственно, очень изящно. Если говорить про его стойкость и шлейф, то я поставлю ему тоже десятку, в принципе 4-4,5 часа на коже и полтора-два часа в шлейфе это хороший показатель. И если говорить про его цену, то сегодня этот парфюм стоит 25 долларов. И я считаю, что это шикарная цена для такого парфюма. Вот такое вот ощущение у меня от этого парфюма. Как всегда можете оставлять свои комментарии под видео. А я прощаюсь с вами, будьте здоровы и до новых встреч. Пока!